Одной из тем первого в этом году совещания по вопросам строительного комплекса стало функционирование коммунальной инфраструктуры ЖК «Восточная Европа», которая находится близ деревни Большие Жеребцы. Администрации района наконец удалось договориться с застройщиком о передаче в муниципальную собственность инженерных сетей и объектов, ВЗУ, котельной, очистных сооружений, а также дорог. Готовится проект соответствующего соглашения. Застройщик сам не может привести имущество в нормативное состояние. Приняв его на баланс, муниципалитет сможет включиться в программы финансирования и наладить работоспособность инфраструктуры. Позиция администрации, конечно же, есть по Восточной Европе. Мы понимаем, что необходимо привести все в нормативное состояние. Забрать имущество, ввести в программу объекты, которые поставляют ресурсы. Это тепло, вода, водоотведение. Так получилось, что застройщика оказалась сейчас на данный момент недееспособна. Поэтому и дороги будем тоже там делать. Там же люди живут. Однако и к жителям микрорайона Восточной Европы есть претензии. Необходимо урегулировать их взаимоотношения с управляющей компанией «Авангард». Люди жалуются на работу УК, но оказалось виноваты сами. Большинство не платят за услуги ЖКХ. В повестке «Стройчаса» также значились вопросы передачи в муниципальную собственность, ливневой канализации и локальных очистных сооружений в микрорайоне Финские и на набережной Юности. Это левый берег Клязьмы около торгового центра «Кэмп». В ближайшее время этими и подобными вопросами будет ведать специально создаваемая муниципальная служба. Будем создавать службу, которая будет заниматься ливневой канализацией и объектами, и сетями. Это крайне необходимо, потому что на данный момент они у нас оказываются безхозяинами, а водоканал просто в силу своих специфических обязанностей по водоснабжению, водоотведению, очень мало внимания уделяет этому вопросу. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».